Без проведения торгов в регионе обсуждают новый порядок выделения земли под социально-экономические нужды. Зимник на замке, дорожники ждут низких температур. Опасная оттепель. В Наринмаре возможен сход лавин с крыш и козырьков зданий. С главными новостями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Экономика страны может начать восстановление и перейти к умеренному росту в 2016 году. Об этом заявил на коллегии министерства, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. «Сейчас мы столкнулись с очень быстро меняющейся макроэкономической реальностью. Необходимо учесть в работе изменения, но без паники, а с точки зрения мобилизации ресурсов, которые есть», отметил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. В настоящее время министерство пересматривает оценки на 2016 год. Уточненный среднесрочный прогноз социально-экономического развития будет рассмотрен в апреле. В Ненецком округе по итогам прошлого года промышленное производство выросло. Декабрьский показатель по сравнению с декабрем 2014 года увеличился на 6,3%. За весь 2015 год по сравнению с предыдущим годом на 7%. В целом по стране в декабре произошло снижение индекса промышленного производства на 4,5%, сообщает Росстат. За прошлый год в Ненецком округе добыча топливно-энергетических полезных ископаемых выросла почти на 7,5%. В обрабатывающем сегменте рост составил 1,8%, в том числе и в пищевой промышленности – 3,7%. Тепловой энергии в НАУ в 2015 году произведено на 0,5% больше, чем годом ранее. Электроэнергии на 0,4%. Земля под социально-экономические нужды. Управление имущественных и земельных отношений округа готовит законопроект, который разрешит выделять земельные участки без проведения торгов. Важные условия при предоставлении в аренду земли – проект должен соответствовать социальным ориентирам округа, которые определяются государственными программами НАУ. Также приоритет будет отдаваться строительству индивидуального жилого дома, либо многоквартирного дома, передаваемого в собственность или социальный наим гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации. Новый правопорядок обсудили на заседании администрации региона. Новый порядок получения земли в аренду намного ускорит сложную и долгую процедуру. Участки подстроительства спортивных сооружений, бытовых строений и других значимых объектов будут выдаваться без торгов. Таким образом, руководство округа планирует стимулировать развитие частного строительства и социально-экономической сферы. В данном случае хочу сделать оговорку. В земельном кодексе не идёт речь о предпринимателях, здесь речь идёт только о юридических лицах, то есть это только организации, которые будут заниматься строительством таких объектов. В данном случае будет просто издаваться распоряжение высшего должностного лица субъекта, то есть губернатора округа, которое позволит просто значительно сократить по времени предоставление земельных участков. Законопроект после того, как пройдёт согласование с депутатским корпусом на сессии, будет действовать на все виды собственности земли – окружную, муниципальную и неразграниченную. Небольшие поправки одобрены в части поощрения педагогов. Учитель, подготовивший победителя или призёра межрегиональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, получает вознаграждение – 15 тысяч рублей за каждую победу. В прошлом году такую выплату получил только один педагог. На 2016 год эту выплату предложено приостановить. В настоящее время учреждены денежные поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующие образовательные программы начального общего, основного, среднего и общего образования. Также губернатором Нинско-автономного округа утверждены три ежегодные премии за выдающиеся достижения в области образования в размере 100 тысяч рублей каждой. Таким образом, педагогические работники округа, достигшие положительных результатов педагогической деятельности, поддерживаются и поощряются, в том числе и в рамках иных нормативных правовых актов. На заседании рассмотрели ещё один законопроект в области образования. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты предлагает оплачивать труд приёмных родителей. Награждение в виде минимальной заработной платы, согласно проекту, предполагается выплачивать ежемесячно. Сегодня в округе она составляет 12 420 рублей. Поощрение 115 приёмных родителей обернётся бюджету округа почти в 4 миллиона рублей. По словам разработчиков, эта сумма намного ниже, чем содержание детей в интернатах. У нас сегодня содержание одного ребёнка по плановому количеству стоит 150 тысяч рублей в месяц. Это в школе, в доме ребёнка и в детском доме. А если по фактическому, когда нахаживали у детей сегодня 16 детей, при плановом 40 в доме ребёнка, то содержание уже превышает 300 тысяч рублей в месяц. Поэтому я считаю, что есть смысл поднимать. Во-первых, детям приёмных в семье гораздо лучше, чем в доме ребёнка. А во-вторых, экономический эффект здесь есть. Но департамент финансов призвал разработчика не формировать дополнительных расходов, пока не будет сбалансирован бюджет. К тому же источник финансирования социальной льготы пока не определён. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Аномально тёплая февральская погода до сих пор удерживает зимник на замке. Подрядная организация «Транзит» ждёт более низких температур, чтобы начать работы по восстановлению трассы. По предварительным прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся на отметку ниже 10 градусов уже в среду. Только тогда дорожники смогут начать работы, гейтарить и проливать автодорогу. Виной ограничения движения на зимнике стала совсем не зимняя погода. Резкая оттепель и метель, обрушившаяся на округ, буквально завалила дорогу. Сейчас подрядчик занимается вывозом людей с трассы и проводкой транспорта через автозимник. ООО «Транзит» один раз в сутки формирует и сопровождает колонну из грузового транспорта тяжёлой техники. Владельцы легковых транспортных средств имеют возможность выбраться из Наринмара, оставив свои машины в посёлке Харьягинский. Движение также ограничено на участке дороги Наринмар-Лаевош, так называемой отсыпки. Возможен проезд только грузового транспорта. Похожая ситуация сейчас происходит и в других регионах страны. Из-за потепления до минус 4-6 градусов проезд по сезонным дорогам Ямала стал опасным. До особого распоряжения в регионе запрещён проезд всех видов транспорта по временным зимним трассам. Последнюю информацию о ситуации на зимнике Наринмар-Усинск доложил заместитель начальника главного управления МЧС по Нинницкому округу Андрей Брылёв на оперативном совещании. Только за сегодняшнюю ночь ещё 28 человек оказано помощь и 6 человек с дороги на посёлок Красное доставлено. Из них 3 ребёнка. На ДРП это 42-й километр. По последней информации продолжают оставаться колонны из 21 автомобиля. На личном контроле ситуацию с зимником держит глава региона Игорь Кошин. Губернатор призвал жителей региона максимально адекватно оценивать ситуацию с работой зимней автодороги. Зимник – это сезонная дорога, которая находится в прямой зависимости от погодных условий. Её невозможно чистить, так как под снежным покрытием целина. Её невозможно эксплуатировать в метель или оттепель. Эти вещи не зависят от качества работы подрядчика. Принимать решение о выезде на зимник необходимо после тщательной подготовки, оценки возможностей своего автомобиля и анализа прогноза погоды, пишет глава НАУ на своей странице ВКонтакте. Узнать о состоянии зимника можно непосредственно перед выездом. В районе посёлка Факела и городской мэрии установлено информационное табло. Также оперативную информацию можно узнать по номерам телефонов 112 или 8 911 650 40 40. Напомню, сейчас зимник Наринмар-Усинск закрыт для всех видов транспорта. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Оттепель в России спровоцировала массовый сход лавин с крыши козырьков зданий. Число жертв из-за сюрпризов погоды растёт по всей стране. Пополнить список жертв мог бы и вчерашний случай, произошедший в Наринмаре. Снежная лавина чуть не обрушилась на посетителей торгового центра «Лит-Сити». Кто виноват в случившемся каприза погоды или человеческая халатность, попыталась выяснить наша съёмочная группа. Падающий снег с крыши торгового комплекса вызвал общественный резонанс. Лавина с крыши «Лит-Сити» обрушилась накануне вечером около 17.30. В час пик, когда люди возвращаются с работы. Мамочки и папочки, девушки и парни, бабушки и дедушки, в общем, все, будьте осторожны. С крыши снег падает. Смотрите, пожалуйста, наверх. Сегодня в 17.30 я с коляской шла по тротуару, где магазин «Лит-Сити». Там шли ещё люди с детьми. Внезапно начал падать снег. Лавина сошла с крыши. Хорошо, все успели отскочить. Коляску немного развернула только. Будьте аккуратны. Такого страха я ещё не испытывала. Если б на 5 секунд позже прошла, то меня бы завалила. Падающий снег с ног сбивал, когда я бежала. Ух, такой страх и шок испытала. Люди, смотрите наверх. Мария, аналогично. Если бы я не задержалась на переходе, то нас бы завалило с ребёнком. По закону уборка снега и льда в торгово-развлекательных центрах ответственность собственников здания. Это чётко регламентируется в правилах по благоустройству города. 1 июня 2015 года. Новые свежие правила. Если вы заглянете в консультант, они называются «Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МОО «Городской округу» и Таймар. Управляющий торговым центром «Алит-Сити» свои обязанности знает, но не спешит исправить ситуацию, ссылаясь на занятость. Вчера был инцидент, связанный с вашим торговым центром, и люди чуть не получили травму из-за схода снега. Скажите, пожалуйста, почему снег у вас не убирается? Сегодня должны были убрать. А вот, когда подъехал, там машина, сейчас невозможно убрать. А с этой, с крыши я сегодня вечером всё разберусь. В самом деле, очень много дела. А почему вообще такая ситуация возникла? Вы же, наверное, вчера утром можно было это всё убрать, да? Потому что эти глыбы свисали. Почему вы деньги, получается, с людей имеете, а ответственности никакой? Почему нет ответственности? У меня личный трактор заняты просто. Они по расписанию работают. Я же их тоже не могу напрягать. А в какое они время у вас работают? Они, ну, это самое, с 6 утра должны были работать. С 6 утра вчера. Почему вчера они не убрали с 6 утра? Ну, у них это самое, не получилось. Не получилось вовремя убрать снег и у других владельцев торговых центров. А вот сотрудники некоторых управляющих компаний в этом году сработали оперативно. Хотя желающих работать на опасной для жизни высоте с раннего утра до темноты в Наринмаре очень мало. Занятых именно на очистке крови, да, про это, ну, вообще двое всего лишь. То есть это люди с допусками, ну, что поделать, да. То есть мы тоже, я говорю еще раз, работа это она, ну, при том они совмещают. То есть это не люди, да, которые персонально под эту категорию работ наляты. А сколько домов получается? У нас получается вот именно таких, которые требуют вот именно ухода по уборке снега, порядка, ну, на 2 организации, порядка 12, я полагаю. Здесь, во-первых, мало желающих. В прошлом году, вот, у меня, ну, столкнулся с такой проблемой, у нас на территории города работал только Наринмарстроя в этом плане. И они очень, очень дорогие. Поэтому вот я вот в этом году свои, как бы, подучил, купил оборудование, там, снаряжение, там, и так далее. Вот, то есть даже вот в прошлом, ну, опять же, да, прошлый год в этом году мы подготовлены уже. То есть, по сравнению, что было в прошлом году, такого не повторится, скорее всего. То есть там была в районе ситуации, там, по семиэтажным домам и так далее. То есть в этом году есть люди, есть график, есть понимание, как это все будет произойти, в какие сроки. Но даже если снег с крыши вашего дома убрали, в округе есть множество опасных зданий, где чистку кровли не проводили. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. В целях безопасности лучше держаться от зданий подальше. Обращайте внимание на огражденные территории возле домов и офисов. По ним передвигаться опасно. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и смотреть, что там случилось. Скорее всего, это сход снега с крыши или падение ледяной глыбы. Бежать от здания тоже не следует. Разлет подобной лавины порой доходит до нескольких метров. Лучше всего как можно быстрее и ближе прижаться к стене. Козырек крыши послужит укрытием. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, Телеканал Север. Спад заболеваемостью ОРВИ и гриппом в регионе возможен через одну-две недели. Эпидситуация в регионе находится на контроле всех профильных служб и ведомств. Список карантинных учреждений пополняется. Утренний разбой. В Наринмаре избили и ограбили продавца хлебного магазина. Эпидпорог в Ненецком округе превышен в три раза. На минувшей неделе зарегистрирован 1 251 случай ОРВИ, из них 813 случаев заболевания у детей. Кроме того, за неделю выявлено 58 случаев гриппа. При этом, если раньше в группе риска находились прежде всего дети, то на прошлой неделе заболеваемость повзрослела. Самое высокое превышение эпидпорога в 3,9 раза отмечено среди взрослых. По сравнению с предыдущей неделей, рост числа заболевших ОРВИ составил по региону 56%, на Наринмаре 63,5%. Существенно возросла нагрузка на детскую и взрослую поликлиники и службу скорой помощи. Основная задача окружных медиков сегодня – качественное лечение заболевших и предотвращение и профилактика новых случаев заболеваний. Основным источником заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом являются какие-то массовые мероприятия. Массовые мероприятия – это школы, детские садики и общественный транспорт. Общественный транспорт никуда не деть, он как использовался, так и будет использоваться. Но по школам, садикам надо предпринимать определенные шаги. Определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются. Эпидситуация не могла естественным образом не отразиться на образовательном процессе региона. Первые группы и классы в учреждениях начали закрываться на карантин еще на прошлой неделе. На сегодня полностью приостановлен образовательный процесс в школе-поселке Искатели, в детских садах в Красном, Амдерме, Великовисочном и Куе. С 3 февраля на внеплановые каникулы полностью уйдет четвертая школа. Частично образовательный процесс приостановлен в 19 классах четырех школ Нарьинмара и 35 группах 13 детских садов региона. Эпидситуация в регионе находится на контроле всех профильных служб и ведомств. Еженедельно Департамент здравоохранения и социальной защиты населения округа проводит мониторинг наличия лекарств в аптеках региона. По словам руководителя ведомства, запасов медикаментов, в том числе противовирусных препаратов и изделий медицинского назначения в регионе в достаточном количестве. Что касается обеспечения лекарствами, то в аптеке был перерыв с масками. На настоящий момент маски закуплены и есть в аптеке. При этом, если для сравнения, в прошлом году за первый квартал было продано 1300 масок примерно, то в этом году более 20 тысяч. И дополнительно закупленные маски они поступили. Что касается лекарств для лечения гриппа, в аптеке есть лекарства для лечения гриппа, в том числе и гриппа H1N1, но они будут выпускаться четко по рецептам врача в случае подтверждения диагноза. По словам Нинель Семяшкиной, сегодня в аптеках региона наблюдается только дефицит оксалиновой мази. Отмечу, что такая ситуация сложилась сейчас по всей стране. Недостатка лекарственных препаратов нет и в населенных пунктах региона. Об этом доложили главы поселений. Эпидситуация во многих муниципальных образованиях близка к идеальной. Тем не менее, на всей территории региона действует режим карантинно-ограничительных мероприятий. По словам главного врача Нинецкой окружной больницы Андрея Дедова, выполняя весь комплекс необходимых мер, можно добиться снижения эпидпорога и количества вновь заболевших. Надеюсь, что уже через одну-две недели мы будем иметь небольшой спад. Потому что по опыту работы, пик заболеваемости, он проходит несколько недель, а период превышения эпидемических порогов у нас уже две недели как в округе есть. Чтобы пережить пик заболеваемости и не заразиться, врачи рекомендуют предпринимать простые профилактические меры. Избегать контактов с больными людьми, мыть руки с мылом или антибактериальными средствами для предотвращения распространения инфекции, закрывать нос и рот во время кашля и чихания, избегать большого скопления людей, регулярно проветривать помещение и вести здоровый образ жизни. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Хлебный магазин как место преступления. В Наринмаре избили и ограбили продавца булочной. Нападение произошло утром перед началом рабочего дня. Его остаток женщина провела в хирургическом отделении окружной больницы. Все подробности у Валентины Чебичек. Я вчера вечером заходила, написано по техническим причинам, а почему, не знаю. 1 февраля около 10 часов утра продавец хлебного магазина номер 4 пришла на работу, как обычно, заранее. Закрыла изнутри дверь и стала готовиться к рабочему дню. Тут в двери кто-то постучал. Ожидая свою коллегу, женщина открыла. Мужчина сразу же с криками, где деньги, сразу же нанес ей удар. Ну, вернее, толкнула. Она упала, в результате чего он после чего зашел в магазин, закрыл за собой дверь и начал наносить ей телесные повреждения, ударяя ей в львовость лица кулаком. Когда нападающий отвлекся, женщине удалось открыть дверь и выбежать на улицу. Около магазина никого не оказалось, и она побежала в стоматологию. Там ей оказали первую медицинскую помощь и вызвали полицию. Следственно-оперативная группа по горячим следам установила личность преступника. Им оказался житель посёлка Индиго, 95-го года рождения. В конце января он вышел из мест лишения свободы и успел совершить кражу и вскрыть автомобиль. В хлебном магазине молодой человек похитил из сумки продавца кошелёк с деньгами и ювелирные изделия. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 162 УК РФ, а именно разбой. В порядке ст. 91 подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас женщина находится в отделении хирургии, где проходит лечение. По словам главного врача окружной больницы Андрея Дедова, угрозы жизни и здоровью нет. Я могу сказать, что состояние стабильное. Пациентка находится в хирургическом отделении, в реанимацию не поступала. Она пролежит в зависимости от метода лечения, процесса выздоровления, ориентировочного ухода недели. В настоящее время её жизни ничего не угрожает. Состояние её стабильно. Коллеги пострадавшие комментировать произошедшее отказались. Жители города к такому случаю остались неравнодушными. На хлебный нападь – это вообще кошмар какой-то. Что по вашим действиям нужно делать, предпринимать, что такое не было? Ух, я думаю, даже магазинчики такие надо оборудовать видеокамерами. И при этом ещё и написать. Чтобы люди знали. Ну да, хотя бы. Может, хоть немножко уменьшить. Мы сюда не так давно приехали, но я думала, в этом городе вообще ничего не происходит. А тут такие какие-то потрясения. То люди пропадают, то теперь хлебный. Если уж, я думаю, такого не дойдёт, но если совсем плохо дело пойдёт, ну как в Советском Союзе, там всякие патрули, что ли, дежурные. Не знаю, что-то такое, наверное. Что в маленьком городе и среди дня – это очень плохо, конечно. И совести у людей, конечно, побольше им. Сейчас нападавший находится в изоляторе временного содержания. После рассмотрения всех обстоятельств преступления, его ждёт наказание в виде лишения свободы. Максимальный срок, который ему грозит – 10 лет. Валентина Чибичик, Роман Делимарский, телеканал «Север». Весь мир сегодня отмечает День водно-болотных угодий. В этот день экологи всей планеты хотят обратить внимание на среду обитания водоплавающих птиц. Сегодня Всемирный день водно-болотных угодий. На севере Ненецкого округа располагается ценнейшее водно-болотное угодие «Русский заворот», которое отвечает сразу семи из девяти критериев Международной конвенции о водно-болотных угодиях, имеющих международное значение, главным образом в качестве местнообитания водоплавающих птиц. Водно-болотное угодие является ключевой орнитологической территорией России, так как расположено на одном из крупнейших пролетных путей водных и околоводных птиц, гнездящихся в восточноевропейских и западносибирских тундрах и зимующих в Западной Европе. В 2015 году учреждением проведена большая работа при поддержке международной организации «Вэтландс Интернешнл» и по проекту из Арктики в Африку, связанная с организацией водно-болотного угодия «Русский заворот», которая включает две особо охраняемых природных территории федерального значения. Это сам заповедник Ненецкий и заказник федерального значения с одноименным названием Ненецкий. И это были все новости к этому часу. Посмотреть информационные выпуски вы можете на нашем сайте по адресу www.trksever.ru. До встречи в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok